Приветствую вас на канале Техревизор. Большая подборка мониторов с V-матрицей на 2024 год. Начните свой день не с чашки кофе, а с глубокого черного цвета, чистого белого, быстрого отклика и высококонтрастной картинки. Я сделал рейтинг из 10 лучших мониторов специально для тех, кому ближе по душе такая довольно спорная V-матрица. Доказывать фанатам IPS, что не всем нужно покупать IPS, я не буду. Просто расскажу про 10 качественных панелей, которые можно рассмотреть к покупке, если хочется купить монитор именно на V-матрице. А там уж для каких целей и задач, решайте сами. Мое дело предложить, а ваше рассмотреть, сравнить, прикинуть, а там уже согласиться или отказаться. Притом разбил все по ценам. До 20, до 30 и до 70 тысяч рублей, чтобы удобнее было рассматривать. Давайте расскажу о каждом как можно подробнее, а вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Начнем с подборки более-менее бюджетных мониторов стоимостью до 20 тысяч рублей. Здесь 4 позиции. Этого вполне достаточно, чтобы отобрать для себя хотя бы один для покупки. Четвертое место в этом сегменте занимает Philips 241 и 1 SCA. По сути, его я бы назвал универсальным. Очень хорошо подойдет для задач типа работы с текстом, браузером, в документах и таблицах. Конечно, для работы графического дизайнера и монтажера вряд ли, все-таки цветопередача не настолько точная. Но, например, для совсем зеленого спеца все равно можно попробовать. Как базовая модель для любительского гейминга тоже без проблем. Ну и уж тем более для всяких рутинных процессов, в которые обычно входит полистать ленту в соцсетях, позалипать в ютубе, посмотреть фильмы. Это пожалуйста. Монитор на 24 дюйма. Базовая диагональ привычная большинству. Но понравилось, что дисплей изогнутый. Каких-то новых ощущений все равно прибавит даже при простой работе с документами. Ну и разрешение экрана самое стандартное – Full HD. Большего, я думаю, и не ожидалось. На деле же главное, что картинку выдает классную, насыщенную и с высоким контрастом. Даже 75 Гц можно включить, чтобы было плавнее после 60. В целом изображение действительно отличается от IPS. Не скажу, что оно лучше по всем параметрам. Но на этом Philips'е тона выглядит естественнее за счет высокого коэффициента контрастности. Черный более насыщенный, белый тоже чище, без ухода в желтизну по краям. В общем, для тех задач, что я перечислил выше, за эти деньги не придраться. Ну разве что хотелось бы еще регулируемую подставку. Но это уже прихоти для большого бюджета. На третье место топа я поставил Xiaomi Redmi Display 24G. Вот этот монитор я бы уверенно назвал игровым. Прям для начального уровня гейминга или для пересадки со старого монитора, от которого глаза болят уже через пару часов. Для гейминга он поддерживает частоту обновления в 165 Гц при подключении по DisplayPort. Тут уже можно освободить HDMI разъем для чего-то более важного. Да и нет этого древнего ненужного VGA, как это было в прошлом Philips'е. По сути, матрица Xiaomi мало чем отличается от матрицы Philips'а. Базово это VA со всеми своими фишками. Но да, тут повышенная частота обновлений, из-за чего в тестах заметен остаточный шлейф-гостинг. Это когда при движении объект оставляет после себя как бы тень. На деле в играх этого практически не видно. Все-таки и глаз должен быть наметан. Хотя я бы и не стал ожидать полного отсутствия гостинга от настолько бюджетного монитора за 14 тысяч рублей. Компромиссы все-таки никто не отменял. В любом случае, главное, что картинку выдают яркую, насыщенную, с контрастными цветами, да еще и такую плавную. Но да, не без недостатков. При этом сюда завезли еще HDR10, который может прибавить оттенком натуральности. Но монитор и без него вполне справляется. Поэтому я бы не сказал, что тут HDR действительно стоящий. Но сам факт. Не обошлось и без адаптивной синхронизации в лице FreeSync с G-Sync, которые предотвращают разрывы кадров и делают картинку еще плавнее. Немного обидно за подставку. Хотелось бы какую-нибудь регулировку из коробки. Но тут у нас только наклон. А при желании большего, вешайте на кронштейн. Последний 24-дюймовый монитор в бюджетной подборке. MCI-G24-C4E2. Еще один игровой вариант, но уже от более авторитетного бренда. Но тут нужно и стоимость держать в голове с пониманием переплаты за бренд. А как по-другому, если не нравится Xiaomi? Внешне этот MCI, как по мне, сильно приличнее выглядит. Да и не скажешь, что он из околобюджетного сегмента. Все-таки изогнутость, форма подставки, дизайн самого корпуса, качество сборки очень влияют на восприятие. В общем, перед друзьями явно проще будет выпендриваться произведением от MCI. Абсолютно нерациональный подход, но и такой второстепенный параметр при выборе монитора есть. Конечно, его никогда не признают, но где-то в глубине души хочется иметь бренд классом выше. Собственно, об этом мониторе. 24 дюйма с Full HD разрешением. VA-матрица здесь немного навороченнее. Например, частоту обновления можно выставлять вплоть до 180 Гц, что при подключении по DisplayPort, что при подключении по HDMI. И что главное, шлейфы при этом практически полностью отсутствуют даже на тестах. Да и в целом, по цветопередаче MCI показывает более интересную картинку, поэтому за качество изображения тут точно можно доплатить. На базе все та же адаптивная синхронизация для предотвращения разрывов и фликер-фри, который убирает мерцание. О глазах позаботились. Правда, в очередной раз не уделили внимания подставке. Но если вам ну уж очень хочется все четко и удобно настроить под себя без лишних телодвижений и кронштейна, то я специально подобрал следующую модель с гибкой подставкой. Первое место занимает Thunder Robot DF27C240L. Именно этот молодой бренд становится одним из лучших при выборе бюджетного монитора на VA-матрице. Вокруг него сложилось довольно спорное мнение в комьюнити мониторных гиков. Кто-то его восхваляет и называет прорывом, кто-то наоборот говорит о продажности блогеров и их обзоров. Лично я не заметил за ним каких-то серьезных косяков, из-за которых стоит напрочь отказаться даже от рассмотрения этого робота. Все-таки здесь и переплата за бренд меньше, поэтому ему точно стоит уделить внимание. Но выглядит он действительно стильно и футуристично. Примерно таким себе и представляешь монитор с названием бренда Thunder Robot. На задней части есть даже приятная подсветка, которая только добавляет шарма. Он еще на 27 дюймов с изогнутостью. Вообще роскошь! И наконец, ножка у монитора не только стильная, но еще и функциональная. Можно регулировать монитор по углу наклона и высоте. Конечно, кому-то нужно ставить монитор полностью вертикально, но тут портретный режим не поддерживается. Поэтому хотя бы по высоте можно отрегулировать, и то уже хорошо. Ну и по изображению ничего плохого сказать не могу. Скорее, даже наоборот. Тут VA-матрицу тоже выделили за счет повышенной частоты обновления экрана. Но только здесь уже монитор поддерживает целых 240 Гц. Сами понимаете, это не шутки. Нужно быть реально уверенным в своем ПК, чтобы он смог выдать эти 240 фпс. А так как при таком разрешении еще и адаптивная синхронизация отключается, крепко подумайте, просчитайте, вытянет ли ваша система такой монитор. Благо разрешение здесь стандартное, Full HD. 2К сильно усложнило бы ситуацию. На этом заканчивается бюджетный сегмент. Переходим к подборке мониторов стоимостью до 30 тысяч рублей. Тут у нас также 4 позиции. На последнюю строчку топа я поставил Xiaomi Curved Display 34. Начинаем с широкоформатных великанов на 34 дюйма. В этой подборке я уделил немало внимания. Вот он, настоящий комфорт, что для рабочих задач, что для гейминга. Действительно же удобно открывать сразу хоть три окна и одновременно работать везде и сразу. Да и в играх за счет широкого формата у вас больше поля зрения. Очень даже хорошее преимущество перед соперниками на 24 дюймах. Ну и в целом такой здоровый изогнутый экран сильнее втягивает вообще в любой процесс. На такую диагональ предусмотрено соответствующее разрешение. 3440 на 1440 пикселей. Растянутая 2К, другими словами. Мало не покажется. Плотности пикселей достаточно, зернистости нет. В этом плане все четко. Ну и по качеству картинки могу просто в очередной раз повторить. Цвета насыщенные, яркие и контрастные. Рассказывать в цифрах обо всех этих показателях сргб, дельта е и так далее, ну просто не вижу смысла. Разве что если вы ищете монитор для профессиональной работы с цветами и так далее. Тут уж конечно важно посмотреть на точность цветопередачи. Ну а этот молник создавался скорее под любительский гейминг, рабочие и всякие рутинные задачи. Собственно для чего мы его с вами и рассматриваем. Для этого тут есть все что нужно. Повышенная частота обновления в 144 герца, Flicker Freeze FreeSync, пара HDMI портов и даже регулируемая подставка, которая позволяет выставить монитор по высоте, повернуть под удобный угол обзора. И все это за вполне адекватные деньги. Xiaomi как-никак. Третье место занимает Huawei MateView GTXWCBA. Это Monix соотношением сторон 16 на 9 и разрешением 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления приличная – 165 герц. Картинка получается довольно приятной по цветам. Цветопередачу в очередной раз можно похвалить. С завода все параметры откалиброваны хорошо. Если вы не какой-нибудь эстет, который ко всему подходит с линейкой, ищет доминантные цвета и пытается максимально точно настроить монитор, то и заморочек никаких не будет. Монитор отлично закрывает любую задачу. Само собой, профессиональная работа с цветами и графикой не в счет. Цвета здесь хорошие, но не настолько точно передаются, чтобы даже профики могли работать и не париться. Как я уже и сказал, стандартный пользователь, который любит поиграть во что-то, поскролить ленту и посмотреть фильм, точно заценит картинку. А особенно такую плавную, да еще и без ярко выраженного гостинга. Также поддерживается HDR, за счет чего добавляется еще больше контрастности, насыщенности и натуральности, если правильно им воспользоваться, конечно. Иначе можно такого понажимать, что еще хуже станет. Если говорить о дизайне, то в этом плане он довольно строгий внешне. Не сказать, что игровой, ближе к офисному. Подставка регулируется по высоте, особенно нравится ее форма. Эта подставка прям надежно удерживает монитор на столе, даже код при желании не скинет. По портам тоже база. Есть HDMI, есть DisplayPort и даже USB-C. Правда Type-C можно использовать только для питания. Ставить телефон на зарядку или подключать накопитель не получится. Второе место занимает Samsung Odyssey G5. Последний в этой подборке монитор на 27 дюймов. Уже не раз попадал в рейтинги лучших мониторов. Чуть ли не чемпион в разных категориях. И на 27 дюймов, и на VA-матрицах, и с частотой обновления 144 Гц. В общем, где он только не был. Поэтому и здесь свою позицию четко отстоял. Хотя его подставка не регулируется ни по высоте, ни по углу поворота. Нет никаких дополнительных портов в лице того же USB-хаба. То есть на деле Моник реально урезан в деталях, приносящих дополнительный комфорт. Но тогда что он здесь забыл? Логичный вопрос. Дело здесь в матрице. В характеристиках указано лишь то, что это VA. Любители IPS пропустят такое сразу мимо глаз и больше никогда не вспомнят про эту модель. Но сколько качества заложено в этих двух буквах. Даже если сравнивать его напрямую с прошлым Huawei, видно, как изображения отличаются по глубине и точности цветопередачи. Также большой победой я считаю отсутствие glow эффекта. То есть засветы не предусмотрены как явление. Хотя все равно изредка возможны. Немного, но светятся в темноте на черном фоне. Цвета насыщенные и контрастные, особенно если включить HDR. Он уж точно добавит сочности и реалистичности. Но есть проблема с углом обзора. Поэтому если хотите наслаждаться фильмами, лучше садиться прямо напротив него, а не выглядывать из-за угла. Ну и в играх можно кайфануть. 144 Гц как-никак. Также возможна работа с графикой и цветами. Поэтому даже если вы искали монитор сугубо для фотошопа, монтажа, 3D рендеринга и так далее, этот вариант один из лучших за свои небольшие деньги. Первое место занимает LG UltraGear 32GN650B. Монитор диагональю на 32 дюйма, причем с 2К разрешением, что может некоторым показаться недостаточным. Якобы на 32 дюйма уже надо 4К, а все остальное только пиксели показывает. Тут уж не знаю, кому как. Но если вы до этого пользовались старым монитором или монитором меньших размеров с Full HD разрешением, то в этом LG вообще никаких сомнений быть не может. Восхищение да и только. Впрочем, если смотреть с холодной головой и с рациональной точки зрения, то конечно всплывают недостатки. Благо не критичные. За уши могу притянуть гостинг от темных объектов на светлом фоне. И то не все заметят. Но факт остается фактом. Поэтому я предупредил. А так, конечно, очень приятный дисплей. Нет никакого glow-эффекта и засветов, чем обычно болеют IPS-матрицы. Контрастные цвета, яркости с запасом, чистый белый и глубокий черный цвет. Плюс к тому толковый HDR. Для него есть хотя бы минимально необходимые 350 кандел яркости. Есть с чем работать, что высветлять и насыщать. Так что можно искать HDR-контент или запускать игры и получать еще более естественные тона. В общем, все прелести наши. LG не обделили вниманием и ножку. Одарили ее возможностью регулироваться по высоте в пределах 11 сантиметров и поворачиваться в портретный режим. По функционалу тоже довольно жирно получается. Лично мне не хватило разве что парочки дополнительных USB-портов для прямого подключения мыши, клавиатуры или накопителя. Но это совсем уж жирные запросы. А монитор, напомню, и 30 тысяч рублей не стоит, поэтому прибережем подобные хотелки для сегмента подороже. Собственно, к нему мы сейчас и переходим. Итак, VA-мониторы до 70 тысяч рублей. Здесь, как вы понимаете, всего две позиции. Зато каких? Начну с Philips 346B1C. Этот монитор я выбрал для тех, кто ищет именно рабочий многофункциональный дисплей. Причем не просто для заполнения таблиц, а для чего-нибудь посерьезнее. Монтаж роликов, графический дизайн, 3D-рендеринг и так далее. Хотя, конечно, никто вам не запрещает открывать на нем только Word-файлы. Хозяин барин. Но как-то это неправильно, что ли? Вы же не станете запускать косынку на современном ПК за 100 тысяч рублей. Вот и здесь принцип тот же. Нас встречает 34-дюймовая панель с типичным разрешением 3440 на 1440 пикселей. Частота обновления экрана 100 Гц. Как для рабочего монитора – золотая середина. И небазовые 75 Гц, и неизлишние 144. Само собой, в доступе все опции типа HDR, FreeSync, Flicker Free. Про картинку, я думаю, особо пояснять не надо. Высокий уровень в комментариях не нуждается. Тут просто все надо видеть своими глазами. А вот по функционалу есть интересные моменты. Регулируемую подставку по всем плоскостям я к ним не отношу. Но как вам, например, функция KVM, которая позволяет с одной клавиатурой и мышкой управлять двумя ПК одновременно, переключаясь по одной кнопке? Может пригодиться в работе. Сюда же и USB-хаб из четырех базовых Type-A и одного Type-C. Можно ставить на зарядку и подключать всякое разное. Плюс LAN-порт для прямого подключения к интернету. В этом плане ничего не урезано. В общем, все может пригодиться, все работы разные. Поэтому именно за такой широкий функционал и классную картинку Philips и попал в рейтинг. Ну и финалит наш рейтинг Gigabyte M32UC. Вот его я предусмотрел для геймеров. Причем не просто для любителей, а для довольно-таки уверенных в себе и жанрах игроков. Это 32-дюймовая диагональ со своими огромными масштабами, которые у кого-то могут даже потребовать немного времени на привыкание. Но не это самое важное. Намного приятнее и в то же время больнее делает комбинация из 4К разрешения и частоты обновления в 160 Гц. Безусловно, это лучшее, что может быть для гейминга, да и не только. Но вы подумайте, каким должен быть ваш ПК, чтобы он смог вытянуть какого-нибудь Человека-паука, Ведьмака, Киберпанка во все эти 160 кадров при разрешении 4К. Проще говоря, около максимальной, с последними сериями видеокарты и процессора. Хотя, конечно, можно взять монитор и на вырост, все равно же когда-нибудь придется апгрейдить свою систему. Вот так и дорастете до 4К 160 Гц. Ну а для тех, у кого уже сейчас все готово для запуска адского пекла, скажу еще хотя бы пару слов о мониторе. Выдает чистый черный, нет засветов, все цвета контрастные, никто не филонит. HDR тут вообще шикарный, работает на полную. Попробовать уж точно стоит. Но и не обошлось без USB-хаба. Ланпорта нет, уж извините. Но та же подставка здесь дает возможность отрегулировать монитор под себя и не переживать во время катки. Получается ровно то же, что и с прошлым Филлипсом. Офигенная картинка, полный функционал, плавное изображение и главное, что все это за абсолютно адекватные деньги. Заслуженное место в подборке, я считаю. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор. Всем пока!